9 мая. День Победы. По всем городам России пройдет бессмертный полк. Наши пращуры подарили нам жизнь. Тогда, в 1941-м, многие из них были очень молоды, мечтали о семье, детях. Но бой Сирены оборвал все их планы на будущее, навсегда разлучив с близкими и родными людьми. И мы помним о своих родственниках и благодарны им за их победу и за жизнь, которую они нам подарили. За все годы войны погибло 45 миллионов как солдат, так и мирных жителей. Наши предки погибали с мыслями о нас в будущих поколениях. Они очень хотели, чтобы их дети, внуки счастливо жили на своей земле свободными людьми. И мы предлагаем вам высадить деревья, не обязательно 9 мая, в любой день, во имя любви, вечности и жизни, ваших родственников, ваших отцов, дедов, прадедов, ваших матерей, бабушек, прабабушек, высадить дерево и подписать возле него табличку, что здесь растет дерево во имя любви, вечности и жизни. Вот такого-то человека, фамилия, имя, отчество. В Подмосковье появилась целая чаща традиционная акция «Лес Победы» перед 9 мая. Впервые прошла в 2014-м, тогда собралось 7 тысяч человек, сегодня больше 100 тысяч. Задача каждого следующего поколения – помнить и чтить. Более тысячи площадок мы подготовили для того, чтобы каждый житель Подмосковья, житель столицы и старый млад могли прийти, посадить дерево. Аллею Победы и Дружбы высадили и в Казани. Представители России, Грузии, Белоруссии, Украины, чьи предки вместе плечом к плечу одолели общего врага в 45-м. Нашу общую историю вспоминали и в Крыму. Под Бахчисараем появилась лоза Победы. Задумались ли вы когда-нибудь, что леса тоже внесли свой вклад в Победу? В годы Великой Отечественной они не только оберегали наших солдат, которые сооружали здесь окопы и землянки. Из деревьев делали ящики для снарядов, детали оружия. Большое количество древесины использовали для строительства самолетов. Материала для фронта и тыла требовалось так много, что потом ушли долгие годы, чтобы восстановить лесные массивы. Ради будущих поколений мы вместе должны поддержать леса, вдохнуть в них новую жизнь. Самый верный способ – посадить свое дерево. Я уже давно сажаю деревья. За 20 лет мне удалось высадить более 2,5 тысяч деревьев. Уверен, нельзя останавливаться. Давайте мы этот праздник ознаменуем тем, что каждый посадит хотя бы по одному дереву. Все, кому дороги наши традиции, наша земля, наша природа, должны принять участие в акции «Лес Победы». О имя жизни, любви и вечности. С таким девизом вышли учащиеся 84-й школы на центральную набережную города. Я был рад, что посадил дерево, и причем в такую знаменательную раду. И отдал дань тем ветеранам, которые создали нам жизнь. К школьникам присоединился Александр Петрович Крымцев, участник Великой Отечественной войны. Он сам взялся за лопату, несмотря на возраст. Во имя памяти, во имя жизни и любви этот парк будет для современного поколения, особенно для молодого поколения. Кто знает, что победа была именно во имя мира и процветания, и жизни современного поколения. В школах и детских садах мы высаживаем деревья, проводим такие экологические праздники. Наша цель – направить сознание детей в сторону живой природы. Это было наше домашнее задание, чтобы мы посадили дубы и заботились. Я никогда не забывала поливать свой росточек и бережно за ним следил. Идея просто, чтобы в детях зародилась любовь к земле и понимание наших предков, уважение к ним. И сегодняшняя посадка, она происходит во славу тех, кто как раз защищал наш родной город Сталинград. Мы рассказываем детям о том, насколько важен чистый воздух и чистая вода для всего. Дети с таким трепетом это все сажали, с такими словами, что просто эмоции переполняют. И я уверена, что ребенок, посадив дерево своими руками, он никогда не сорвет зеленый листик, не сломает веточку. А это и есть любовь. Высадить как можно больше деревьев ко дню Великой Победы. Именно такую задачу перед собой ставят организаторы Всероссийской акции «Во имя любви, вечности и жизни». Каждое семя должно погружаться в землю со словами благодарности своим предкам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. А уже через полтора-два месяца появится побег будущего Величественного Дуба. И это так прекрасно и важно, чтобы росли деревья и не в память, и не нужна им горькая память. Ведь эти люди, они дрались во имя жизни, а не во имя смерти. А мы о них будем помнить, как о создавших вечность, мир и жизнь. И в этом будущность всех поколений, а именно в прекрасной, светлой памяти, что они живы. Так давайте все вместе высадим эти 45 миллионов деревьев с любовью к нашим предкам-победителям в виде аллей и садов Победы. Подарите им, тем, кто погиб, кто одержал Победу, свои деревья. Посадите во славу тех людей, во имя любви, вечности и жизни, тех людей, ваших дедов, прадедов, ваших бабушек, прабабушек, ваших родственников, кто одержал Победу, но погиб. Посадите для них хотя бы одно деревце, желательно фруктовое. А если где-то северные районы, то садите кедры, березы, ели, сосны, любые деревья со словами Я высаживаю это дерево во имя любви, вечности и жизни тебя, мой дедушка или моя бабушка, прабабушка и называйте даже имена. Вот как сделайте. Мне не в память о них не нужна эта горькая память гибели и смерти этих людей. Нужна вечная жизнь для этих людей. Редактор субтитров А.Семкин